Библейский портал экзегет.ру представляет Восьмая глава книги Исфири, читаю свой перевод, он знал из еврейского текста, я не случайно это вновь отмечаю, для библейского портала Экзегет. Итак, у нас интрига при царском дворе царица Исфири вымолила у царя Артаксеркса пощадить ее, не убивать, как замыслил Хаман, наоборот убили самого Хамана, но заканчивается седьмая глава в таком неустойчивом равновесии. То есть Хамана-то убили, а указ, который он издал, по царству идет, и царь Артаксеркс, не очень сообразительный царь, кажется, до сих пор этого не поднял. Он думает, что он расправился с главным противником своей жены Исфири, но и это все. Восьмая глава. В тот день царь Артаксеркс отдал царице Исфири дом Хамана-гонителей иудеев, но вот его убили, и, соответственно, он его конфисковал. Очевидно, в этом царстве было принято, кого убили, и, соответственно, имущество переходит тому, кто на него донес, тому, кто его назвал преступником. Собственно, Хаман сам хотел внести в царскую сокровищницу огромное количество денег после истребления иудеев. А Мардыхай предстал пред царем, и Исфирь объявила, кто он ей. Вот, наконец, сходятся все линии. Исфирь – воспитанница Мардыхая, своего дядя. Мардыхай – человек, который угодил царю и занимает при нем почетную должность. Царь снова снял свой перстень с печатью, тот самый, который он давал Хаману, и передал Мардыхаю. Давайте, ребят, сами без меня разбирайтесь, я пировать иду. Вы там какие хотите указы издавать, такие издавайте. А Исфирь поставила Мардыхая над домом Хамана. Вот Мардыхай становится вторым человеком в царстве. А что ему делать? Указ об истреблении иудеев запущен, механизм работает. Снова обратилась Исфирь к царю, повсплачивая ему в ноги, умоляя отвратить беду, которую Хаман из рода Агага навел на иудеев, и замыслы его расстроить. Царь притянул Исфирь золотой скипетр. И напомню, что это деталь царского обихода, которая здесь описана. Кто приходит к царю без разрешения, будет казнен, если царь не протянет ему скипетр, как знак дозволения. Исфирь встала прямо перед царем. Она сказала, если угодно царю, если я снискала царево благоволение, если сочтет царь правильным, если я угодно царю. Да, вот прямо целый перечень этих, пожалуйста, пожалуйста, молю, прошу. Пусть напишут письма об отмене указа, придуманного Хаманом, сыном Хамедата из рода Агага. Он писал, чтобы истребили иудеев по всем областям царства. Как же стану я смотреть на беду, которая постигнет мой народ? Как буду я смотреть на погибли своих родных? Царь Артаксеркс ответил царице Исфири Мордыха иудея. Смотрите, дом Хамана и отдал Исфири, а его самому повесили на столбе за то, что он поднял руку на иудеев. Теперь вы напишите от царского имени новый указ об иудее, какой сочтете нужным. И запечатайте его царским перстнем, ведь прежний указ, написанный от имени царя, запечатанный царским перстнем, уже не может быть отменен. Вот, да, в книге Даниила мы тоже читали о том, что персты своих законов не меняют, указов не отменяют, даже если они оказались ошибочными и ложными. Тоже такая вот колоссальная государственная машина, которая едет по рельсам только вот прямо, да, повернуть не может. Что делать? И, конечно, подчеркивается, канцелярия работает хорошо и грамотно, всем отправляют на понятном языке все указы. Списки с этого указа от имени царя Артаксеркса, запечатанные царским перстнем, были разосланы с гонцами, поскакавшими на самых быстрых конях из царских конюшен. То есть, так, чтобы обогнать уже не получится, но хотя бы поскорее. Вот первый указ сменился вторым. Царь дает иудеям по всем городам дозволение собраться и защитить свои жизни, погубить, перебить, уничтожить сильных в любом народе и в любой области, кто только нападет на них вместе с их детьми и женами, а их имущество разграбить. С Персидской империи знает только один способ решения межнационального вопроса. Один народ убивает другой. Сначала решили иудеев, потом передумали, пусть иудеи те, кто на них хотел напасть. Во всех областях царство Артаксеркса назначен был для этого один и тот же день, 13-й день 12-го месяца, это месяц Адар. Списки с этого указа в качестве закона должны были быть разглашены всем народом, чтобы иудеям приготовиться к мести своим врагам. Гонцы на быстрых царских конях спешно отправились в путь, царский указ был объявлен в укрепленном городе Сузы. Мордехай вышел от царя, облаченным в царскую одежду, пурпурного и белого цвета, с большим золотым венцом на голове, в накидке из белого льна с багряной нитью, да, вот самый красивый наряд, который можно себе представить. А город Сузы ликовал и веселился, для иудеев настали свет и радость, веселье и почести. По всем областям, по всем городам, куда только доходило царское появление и его указ, был у иудеев радостный праздник, пир в счастливый день. И многие из народов тех стран сами приняли иудейство, потому что обуел их страх перед иудеями. Вот, кстати, довольно редкое, пожалуй, почти уникальное упоминание того, как люди переходят в иудаизм, но не в силу проповеди, а в силу просто страха. Они боятся, что их и убьют, и принимают иудаизм. Интересный способ проповеди единого бога, такой несколько необычный. Получается, что книга Исфиль довольно-таки жестокая. Но, смотрите, она про патриархальность, про то, как женщина ничего не значит в персидской державе, но женщина все и решает в ней. Она про жестокость, про то, как одни убивают других в персидской державе, да еще по повелению царя. Но она и про то, как эта жестокость оборачивается на благо. Ну, а теперь я прочитаю дополнение, которое в греческом тексте возникло. И, кстати, если читать синодальный перевод, даже номеров стихов нет в этом дополнении, как и в других дополнениях. Это просто в скобочках дается, как дополнительный материал такой. И греческий автор стремится быть более подробным. Он приводит текст молитв, и он приводит текст документа. Список с этого указа следующий. Великий Царя Артаксеркс, начальствующим от Индии до Эфиопии на 127 областями и властителям, доброжелательствующим нам радоваться. Приветствую адресат. «Многие, по чрезвычайной доброте добродетелей, щедро награждаемые почестями, чрезмерно возгордились. И не только подданным нашим ищут причинить зло, но, не могши насытить гордость, покушаются строить козни самым благодетелем своим, не только теряют чувство человеческой признательности, но, кичаясь надменностью безумных, преступно думают избежать суда и всегда видящего Бога». Царь Артаксерк здесь единобожник. Вдруг. С чего бы. Вообще, это не очень похоже на официальные документы персидского двора. Это похоже на проповедь. Вот кто-то просто дает такое толкование всей этой истории дополнительно. Мы, кстати, узнаем, кто. Это в самом конце книги будет написано. «Но часто и многие, будучи обличены властью, чтобы устроить дела доверивших им друзей, своим убеждением делают их виновниками пролития невинной крови и подвергают неисправимым бедствиям, хотосплетениям, коварной лжи, обманывая непорочное благомыслие о державных». Какой высокопарный, абсолютно эллинистический слог перса так не писали. Это можно видеть не столько из древних историй, как мы сказали, сколько из дел преступно совершаемых пред вами злобую недостойно властвующих. Вот недостойных правителей заодно. «Посему нужно озаботиться на последующее время, чтобы нам устроить царство безмятежным для всех людей в мире, не допуская изменений, но представляющиеся дела обсуждая с надлежащей предусмотрительностью». Такой манифест консерватизма. Ничего не менять, но все обсуждать. Так, Аман Амадафов. Македонянин. Он еще и македонянин. Откуда взялись там македонянин, не совсем понятно. Но это уже эпоха эллинизма, когда македонянин, собственно, захватили всю эту территорию. «Поистине чуждой персидской крови, весьма далекий от нашей благости, быв принят у нас гостем, удостоился благосклонности, которую мы имеем ко всякому народу, настолько, что был провозглашен нашим отцом и почитаем всеми, представляя второе лицо при царском престоле». Видите, вот такая история. Заодно вот некоторая такая иллюзия на завоевание Александра Македонского. «Но не умерев гордости, замышлял лишить нас власти и души, а нашего спасителя и всегдашнего благодетеля Мордахея и непорочную общницу царства Исфирь со всем народом их домогался разнообразными коварными мерами погубить». Да, то есть уже он и царя хочет свергнуть, очевидно, желая убить того, кто спас царя от гибели, он тем самым желает гибели царю. «Таким образом, он думал сделать нас безлюдными, а державу персидскую передать македонинам». Вот оно, почему он македонин. Оказывается, то, что произойдет впоследствии, Александр Македонский завоюет персидскую державу, уже тогда, задолго, за полтора столетия замышлялось. «Мы же находим удеев, осужденных этим злодеем на истребление, не зловредными, а живущими по справедливейшим законам, сынами Вышнего, величайшего живого Бога, даровавшего нам и предкам нашим царству в самом лучшем состоянии». Ну, здесь Артаксеркс полностью поклонник единого Бога, и это трудно себе представить в реальности, нигде больше об этом ничего нет. «Посему вы хорошо сделаете, не приводя в исполнение грамот, посланных Аманом Амадафовым, ибо он, совершивший это, при воротах судских повешен со всем домом, по всем домам добавлено, по воле владычествующего всем Бога, воздавшего ему скоро достойный суд. «В список же с этого указа, выставивши на всяком месте открыто, оставьте иудеев пользоваться своими законами и содействуйте им, чтобы восставшим на них во время скорби они могли отомстить в тринадцатый день двенадцатого месяца Адара, в самый тот день. «Ибо владычествующий над всем Бог вместо погибели избранного рода устроил им такую радость, и вы, в числе именитых праздников ваших, проводите сей знаменитый день со всем весельем, дабы и ныне, и после памятным было спасение для нас и для благорасположенных к нам персов и погубления строивших нам кознь. «Всякий город или область вообще, которая не исполнится, его нещадно опустошится мечом и огнем, и сделается не только необитаемой для людей, но и для зверей и птиц навсегда отвратительно». Ну вот, да, этот указ, который вставлен здесь между двенадцатыми и тринадцатыми стихами, мы прочитали уже до конца, звучит, конечно, не очень реалистично, такое ощущение, действительно, я говорю, что это проповедь, которая была дальше прочитана по этому поводу, и которая говорит, с одной стороны, о такой жестокости персидской державы, о том, что все решается через огонь, меч, кровь, угрозы, а с другой стороны, здесь явно указывается бог, который действует в этом всем, который не просто защищает свой народ, но устраивает этот сюжет, который, как режиссер, выводит актеров на сцену в нужное время, и один актер даже не знает, в каком он участвует в спектакле, какую роль играют все остальные. Но вообще-то не нужно об этом говорить, мне кажется, что еврейский более краткий текст уже ясно нам это показывает, вся эта интрига про Амана, который ни о чем не догадывается, про царицу Исфирь, которая выбирает подходящий момент, она ведь, в общем-то, ровно про это самое.